Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. Сегодня у меня будет обзор покупочек и немножечко я поделюсь с вами мнением о тех продуктах, которые я сегодня купила, заказала. Если вам интересно такого рода видео, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру и поехали! Как вы поняли по названию видео, сегодня будет диалог идти у нас с заказа аптечной косметики. На самом деле я дикий поклонник аптечной косметики, потому что А. Я доверяю больше ей. Б. Она на мне действительно работает. И В. Мне как-то к ней уже привычнее. Я пользуюсь какими-то другими косметическими средствами из, допустим, каких-то магазинов, других марок. Но все-таки основной уход у меня, он закреплен именно на аптечной косметике, именно в уходе за лицом. Как вы поняли, с какого сайта я заказывала себе, собственно говоря, сайт с косметикой эту аптечную, я могу вам сказать только одно. Одна из позиций, которые я сегодня вам покажу, которые я приобрела на этом сайте, собственно говоря, она представлена еще в других магазинах, и у них даже есть, их также можно приобрести в том же, в других абсолютно сетевых магазинах, как Ревкош, в Ильдоботе, я знаю, что они представлены. Ну что, начну с того, что мне не нравится. При покупке в последнее время заказы с интернет-магазинов меня немножечко настораживает. Я сейчас вам скажу немножечко, а потом покажу, что купила. Что мне не нравится. Именно на этом сайте мне не нравится то, что оплачивать нужно сразу же, оплачивать нужно как товар, так нужно оплачивать доставку. То есть я, наверное, как оставь бендер. Вначале стулья, потом деньги. Я считаю это логичным. То есть когда к нам привозит курьер, дает нам товар, мы ему отдаем деньги, все, собственно говоря, поменялись, договор купли-продажи совершился, все, разошлись и как бы все нормально. И я не приверженец, собственно говоря, того, когда мы должны вначале оплатить абсолютно все, не только покупку товара, но еще и покупку, собственно говоря, продукции. И еще, к примеру, не забирать ее у курьер. Не курьер нам приносит. А нам надо куда-то своими ножками дойти, откуда-то ее забрать и прийти еще домой. Вот это меня прям дико бесит. Так, вот этот вот сайт, это вот из той серии, то, что я им должна оплатить за продукцию, оплатить им доставку. Еще я должна пешочком дойти до пункта выдачи посылок. И, в общем, собственно говоря, забрать свою посылку. Раньше, до этого у меня был раз, когда один раз я заказывала у них, и была такая ситуация, то, что у них было все через почту. И это было, знаете, по мне было, в принципе, просто. Несмотря на то, что я мама на тот момент была еще совсем маленького ребенка, нам тогда был годик с небольшим, на тот даже момент меня это, в принципе, устраивало то, что у них была немножко другая политика. То есть я делала заказ, оформляла его, и он мне шел через почту России. И там же была учтена в этой сумме, которую должна была оплатить, должна входила доставка. И плюс еще перевод денежных средств, то, что я им отправляю, это оплачивала тоже я. Но меня устраивало это в плане чего? То, что я делала заказ, оно приходило на почтовое отделение, и я за то, что я иду сама пешком, забираю, то есть это подразумевает то, что я буду оплачивать доставку и какие-либо другие манипуляции, потому что компания мне доверяет, она прислала мне на почту за свои деньги, да, а потом она просто их немножечко отбивает, да, тем самым то, что я им оплачиваю это все по получению. И это я хочу сказать, вот для меня идеальный формат. Вот если я оплачиваю доставку и забираю это все сама, пожалуйста, давайте это будет наложенный платеж, когда я забираю, тогда я и плачу. А не тогда, что я должна еще оплатить вам все, а потом еще и сама пойти. Меня сейчас это дико бесит в этом сайте, и сейчас я множество, что я не могу себе, к примеру, заказать, потому что не всегда у меня бывает прямо в сегодняшний момент сумма, на которую я бы готова была у них заказать, потому что просто я не могу ее сейчас оплатить. И зачастую у меня как бы получается накладка, я могу заказывать с других магазинов, к примеру, но как бы не очень хорошо, то есть мне это абсолютно не нравится. То есть высказала свой финт, а сейчас что же я себе купила. Этим всем я уже пользуюсь, и тут будет одна позиция, которую я купила из аптеки. Тоже сюда я внесу, потому что она у меня под рукой сейчас была. И сейчас активно чем я пользуюсь и что я заказала, это вот такой вот гельчик от Aven. Кто меня смотрит давно, вы знаете, то что вот этот Aven серия Cleanance, который предназначен для жирной проблемной кожи, да, для жирной проблемной кожи, где не содержится как бы мыл, гипоаллергенный и некомедогенный. Этот гельчик я уже покупаю, наверное, это третья у меня упаковка на самом деле. Предыдущие две девочки, они расходовались. Вот это я заказала, пришло мне в конце декабря. То есть это пришло мне где-то числа, наверное, 15 декабря. Да, это где-то 15 декабря я забрала. Сегодня у нас получается январь. Какой сегодня января? Ну не суть, ну начало января. Да, 10 число, 12. Ну не суть, в общем. И уже видите, какой расход. То есть я не знаю, с чем это связано, но расход идет просто дичайше этого средства. Вроде бы оно такое же, мылится так же, но расход идет дикий. Меньше чем за месяц, за 3 недели я его израсходовала вот так вот. И мне кажется, это дико неэкономично, если учесть, что вот эти 400 мл я купила больше, чем за 1000. То есть я так подразумеваю, буквально еще пару месяцев, и у меня это средство улетит. Но могу сказать, что это средство, наверное, вот сейчас при той ситуации, то, что у меня идет с лицом, в принципе оно щадяще, деликатно, но качественно очищает мое лицо. Мне нравится то, что оно мылится, удобно то, что помпа-дозатор идет, приятная душка, стягивает кожу, безусловно. У меня сейчас кожа обезвоженная, она у меня сейчас идет больше к типу сухой, но так как у меня идут высыпания на лице, я не могу себе позволить уход за сухой кожей лица. Не могу себе позволить, потому что именно в продукции для сухой кожи лица у меня просто будут лишние ненужные жиры, которые, в общем, мне нужно сейчас наладить свой паш-баланс кожи, потому что сейчас у меня, пока я не уберу высыпание, я не могу заняться именно своим, таким скажем, максимальным увлажнением. Но увлажнение я делаю по-другому, это будет все уходить за лицом. Ну так вот, кельчик мне в принципе нравится, но сейчас мне не нравится его дикий расход, серьезно не нравится, как бы не знаю, в связи с чем это связано, но хочу сказать то, что раньше я вам говорила, что это дикоэкономичное средство, сейчас я вам это сказать, увы, не могу. Не могу я это сказать. Следующее, что я купила на этом сайте, это была термальная виноградная водичка от Кадали. Вы знаете то, что я ее очень сильно люблю, обычная вот этот вот помпа-пульверизатор, здесь 200 мл, бутылочка выглядит абсолютно просто, дорого, но я ее сильно люблю. Сейчас я хочу себе по рекомендациям девчонок в инстаграм, которые мне подписчицы, подписчица тоже насоветовала купить термальную водичку от Урияш. Сейчас буду думать то, чтобы заказать себе термальную водичку от Урияш, потому что она мне сказала, что она тоже очень круто увлажняет, заживляет и восстанавливает кожу. Это же делает вот эта вот водичка от Кадали, она хорошо увлажняет кожу, подготавливает ее к дальнейшему уходу. Мне нравится то, что в течение дня можно данной водичкой освежать. Очень сильно ее люблю, и это, наверное, моя уже, если не третья, то четвертая точно упаковка, но могу сказать, за виноградную воду, которая расходуется вот эти 200 мл, у меня улетает буквально за месяц, это очень дорого. Прямо вот производители, компания Кадали, сделайте чуть бюджетнее цену, чтобы можно было к ней как-то ее больше покупать, и чтобы мог ее каждая женщина себе позволить, а не только по великим праздникам, либо по каким-то скидкам, которые вроде бы скидки, но не скидки, все равно дорого. Но я ее люблю, и сейчас вот размышляю по поводу этой же виноградной водички, но в стекле. И девочки, если вы пробовали вот эту виноградную водичку в стекле, напишите, пожалуйста, ваше мнение. Она точно такая же, и стоит ее купить. Пользовались вы ее? Можете вы ее посоветовать купить? Потому что, ну, вот эту я могу спокойно наносить на все лицо, и стоит даже на зону под глаза, если попадет, ничего страшного. Насколько я знаю, то что если такая вот водичка в стекле, то на зону под глаза ее наносить нельзя. И вот если вы знаете вот эту нюанс, и вы пользуетесь, напишите, пожалуйста, если вам не сложно, потому что на самом деле не бюджетно, и мне не хочется просто попасть на то, что я буду потом разочарована и плеваться ядом на марку Кадари. А вот эту водичку я смело могу вам ее покупать, и это, так скажем, мои любимые продукты, без которых я уже не могу. И следующий бутылёк, который я вам хочу показать, это отсвечивает маска Гамаш от Урьяж, они сделали ребрейдинг абсолютно своей вот этой вот упаковочке, то есть они надписи по-другому сделали. В общем, это маска Гамаш Эксфолиак, это маска для смешанного типа кожи, для смешанной жирной кожи. Очищает, разглаживает кожный рельеф, матирует кожу, улучшает свет лица, гипоаллергена. Для меня это очень важная пометка, где написано гипоаллергена, то есть вот эта вот вся косметика, она идет для, даже можно использовать для чувствительной кожи, для кожи, которая склонна к каким-то аллергическим реакциям на косметику. У меня она такая, то есть у меня она как лакмусовая бумажка, если какой-то не очень качественный компонент в косметике, тут же она даст о себе знать, причем кричащими что-то она может подсыпать, поэтому это проверенная косметика, на которую меня не сыпет. Ну так вот, вот эта отшелушивающая маска, здесь присутствуют кислоты, которые, собственно говоря, и делают вот это, вот разглаживает кожный рельеф, который немножко пилингует вашу кожу, а те гранулы, которые присутствуют вот в этой масочке, они немножечко отшелушивают и вытаскивают черные точки. Но могу сказать, Марка Урьяш сделала ребрейдинг, и вот эта вот серия их новая, она мне нравится меньше, чем была предыдущая. Предыдущей версии, там были абразивные частички чуть-чуть покрупнее, можно, наверное, так сказать, и они были чуть-чуть такие, знаете, на капелюшечку погрубей, и они не растворялись. Здесь вот эти гранулки, они начинают на вашем лице растворяться, то есть вот предыдущей версии, там был реально такой гамажик, который вы нанесли, подержали, помассировали, смыли, и был виден результат практически после третьего применения. Здесь уже результат, он немножко оттягивается, поэтому, но я ее заказала, она мне нравится, сейчас хочу, я ее, тут, кстати, у нее дикий расход идет, вот в этот раз тоже идет безумно дикий расход, мне кажется, это задумка производителя, чтобы косметика покупалась намного чаще. Раньше мне вот такой упаковочки хватало буквально, наверное, на год, если я вас не обманываю, но на месяцев 10, это точно, с учетом того, что я в осенне-зимний период ее покупаю, активно я пользовалась, и мне хватало еще на следующую осень и чая с зимы, то есть вот, ну, такой вот, как бы круговорот у меня получался. Здесь, с учетом того, что еще раз говорю, я купила 15 декабря, начала я пользоваться, я ее прям хорошо попользовалась, серьезно, ее нужно много сейчас стало, и с учетом того, что даже производитель пишет, нужно наносить толким слоем, и он сделал пометку, что можно пользоваться даже каждый день. Раньше, по-моему, было написано один-два раза в неделю, сейчас пометка каждый день, и мне кажется, они сделали более щадящую, но на вот это содержание кислот моя кожа не обсыпается, так что вот так, ну, мне он, в принципе, нравится, мне нравится его такая душка, мне вообще нравится душка у, вот это вот, у рьяшки сяк, она такая, знаете, не душащая, не раздражающая, причем, если вы даже пользоваться будете ей, она никак вам не надоест, как и у вот этой вот серии Клинанс тоже предусмотрена, собственно говоря, эта задумка, так что вот так вот, тоже небюджетная, стоит свыше 1000 рублей, но у людей, для девушек, для юношек, у кого есть проблема черной точки, проблема высыпания, неровный цвет лица, и, в принципе, у кого проблемная кожа, то есть, как бы, к таким вещам можно присмотреться, только в том случае, если у вас нет гнойных высыпаний, вот такими штуками можно пользоваться, когда у вас нет гнойников, потому что все равно, как это бы смешно не звучало, вот это средство может разнести просто грязь, несмотря на то, что оно идет, вроде бы, как бы, должна улучшать состояние кожи, но она может спровоцировать, потому что тут все-таки есть вот эти вот гранулки, и также эту можно наносить, как маску, либо как просто гамажиком делать. В подарок этому заказу мне дали вот такой вот уход, подарите маме заботу. У меня мама, ну как я, и ничего не упала. У меня мама, к сожалению, не пользуется такого рода косметика, она вообще, у меня такой, знаете, протестант кремов на лицо, ну, не то чтобы протестант, она очень такая привередливая женщина, и я вот думаю, кому мне подарить вот этот вот наборчик. Здесь идут у нас прям хорошие, кстати, хочу вам сказать, тут огромное количество пробников, идет сыворотка, и тут несколько продуктов разного типа сделали, хороший, так скажем, презент, и это, наверное, уже для кожи 40 отлично подойдет. Вообще, косметика Виши, в принципе, она неплохая, если вам она подходит, то стоит пользоваться, то есть, это написано для ухода за кожей, вперед, менопаузу, но мне кажется, и даже вот этой серией можно будет пользоваться чуть-чуть пораньше, так что сейчас нужно будет придумать, куда ее пристроить. Так что вот такой подарочек, и хочу сказать, то что я благодарна этой компании, то что они мне сделали такой подарок, вложили, и это очень дико приятно, правда, то есть, как бы на мой скептизм, который я говорил о нем, я все равно могу сказать, то что компания молодцы, они сделали хороший презент, то есть, они позаботились обо мне, и вложили подарок моей маме. И в аптеке я купила себе вот такой вот метрогель, которым я уже им пользуюсь во все, точнее, уже его использовала, нужно купить себе что-то другое, новое. Могу сказать, девчонки, так свое мнение. Наверное, если у вас нет таких серьезных каких-то, это, кстати, очень бюджетно, оно стоит 180 рублей у нас в аптеке, вот этот вот метрогель, он предназначен для решения проблем с высыпаниями, то есть, вольгарные прыщи убирает, красные прыщи, акне, вот даже лечит геморрой, этот метрогель, могу сказать, но для меня он оказался слабоват, вот я его весь использовала, да, он немножечко воспаление приглушает, он подчищает, но мне кажется, мне нужно еще одну такую купить, чтобы подчистить полный результат, как-то я его, не скажу, что я его не поняла, но долгоиграющий продукт, его надо прям пользоваться, 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 и результат вы увидите только позже, вот я вот только сейчас более-менее стала замечать о том, что он как-то работает, но как-то мне хотелось, чтобы он чуть-чуть был поактивнее, но, наверное, если он будет чуть активнее, то он стоит будет дороже, так вот могу сказать, то, что все мои высыпания, которые были, раздражения высыпания, которые у меня вот в загноении были после чисток, он немножечко все-таки убирал все эти микробы, которые у меня были, мне кажется, чуть-чуть он их убирает, приглушает, и вытаскивает все-таки, мне кажется, чуть-чуть идет, но единственный минус, то, что это долгоиграющий, серьезно, то есть это не тот продукт, которым, к примеру, если у вас с вас соскакивает прыщ, вы сегодня намазали на ночь, и завтра утром вы встали, у вас так все притихнет, нет, неделю как минимум вам надо будет попользоваться, чтобы пошел результат, так что вот так вот, вот такие вот, у меня были покупки, и небольшие отзывы на эту продукцию, пишите, конечно, свои комментарии, заказываете ли вы с этого сайта, нравится вам там, как обслуживают, и вообще поддерживаете вы меня, политику такую, что в начале стулья, потом деньги, как бы, либо, если мы оплачиваем сразу же, чтобы хотя бы была бесплатная доставка, чтобы, и если мы забираем продукцию сами, чтобы хотя бы была бесплатная доставка, либо я тот старый еврей, который, таки нужно подумать, за что мы платим деньги, зачем я буду платить вам еще за доставку, так что как-то вот так вот, надеюсь, данное видео для вас было хоть чуть-чуть интересным, немножко вас расслабило, и может быть, покутило, и вы для себя сделали какое-то открытие, может быть, что-то вы себе присмотрели и купите, я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких, надеюсь, увидимся с вами в скором будущем новом видео, ждите, скоро будет видео об уходе за лицом, и, конечно же, хочу вам еще много-много всего рассказать, и надеюсь, что у меня все получится, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то интересные события из моей жизни, если вам интересно. Я вас всех люблю, целую, увидимся в скором будущем, в новом видео, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина, до новых видео, всем пока-пока.